МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На полке магазина в Балыкове грустят несколько упаковок кускового сахара. Сахарный песок уже весь смели. По словам директора торговой точки, 100 килограммов сахара улетают за 8 часов. За последние дни спрос на продукт вырос более чем в 20 раз. Сахарный песок, конечно, сметают практически по любой цене. И тем самым провоцирует ажиотаж и сумасшедший спрос, который, собственно говоря, не подкреплен конкретной потребительской потребностью людей. В магазине ждут новое поступление сахара уже на этой неделе. Но если не изменится потребительское поведение, цены продолжат расти, а полки опустошатся. Вспомните весну 2020-го. Тогда была похожая ситуация. Как только люди прекратили судорожно скупать продукты, цены и ассортимент стабилизировались. Идет некая разнарядка. Продукция отпускается в должном объеме, которого достаточно будет для ежедневного потребления, спокойного, без увеличения спроса, без ажиотажа. То, что нужно для жизни. Соответственно, как только мы с вами перестанем сметать товар с полок, у нас в течение небольшого времени цикл восстановится, и товары будут возвращаться на полки. По словам Татьяны Кондратьевой, на складах производителей достаточно продукции, чтобы закрыть спрос на нее. И все, что нужно сделать в сложившейся ситуации, успокоиться и перестать штурмовать магазины. Без товаров первой необходимости не останемся. А вот повлиять на их стоимость можем. Если ажиотаж на сахар не спадет, он повлечет за собой рост цен на конфеты, кондитерку, лимонады, выпечку и многие другие продукты, где он присутствует. Купите, да, пакетик сахара, но на сколько его хватает на месяц? Семье вполне хватает, если вы не едите его ложками. Да, я думаю, что выдохнуть. И цена должна пойти вниз. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Если вы столкнулись с тем, что в магазинах не хватает продуктов или их стоимость необоснованно завышена, вы можете сообщить об этом через форму обратной связи на сайте «Мой бизнес». Ее запустили в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина из-за возросшего количества обращений о ситуации с продуктами питания в магазинах. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Плюс 20 тысяч к платежке. Перерасчет за теплоснабжение в этом году поверка многих саровчан в шок. Кто-то получил дополнительные квитанции на тысячу полторы рублей, кто-то на три пять тысяч, а кто-то на шестнадцать и даже на двадцать одну тысячу рублей. Доплаты за тепло неизбежны, объясняют в департаменте городского хозяйства. Таков механизм. Расчет общей суммы потребления делают на основании показателей предыдущего года. Так, например, 2021 год рассчитали, основываясь на показателе 2020-го. 20-й потребили, а на конец 2020-го года понятна общая сумма потребления. Дальше эта сумма делится на одну двенадцатую. И следующий год люди платят каждый месяц одну двенадцатую от 2020-го года. С учетом показаний приборов, которые были сняты на конец 2020-го года. То есть вот фактическое потребление платится в следующем году. Как пояснил Сергей Лобанов, 2021 год оказался ощутимо холоднее 2020-го. Отопительный период был увеличен на девять дней. Поэтому фактическое потребление тепла значительно превысило показатели 2020-го года. Эта разница и отразилась в дополнительных платежках. По сути, люди должны доплатить за использованное в 2021 году тепло. А вот вопрос, почему одни доплатят полторы тысячи, а другие все 20, нужно решать индивидуально. Где-то возможны ошибки в перерасчете, а где-то нужно пересмотреть подход к теплоснабжению дома. Определяются причины сейчас состояния и темы реприятия, которые необходимы будут для в дальнейшем снижения вот этой огромной дельты по перерасчету. На некоторых объектах, например, на улице Березовой, необходима реконструкция или даже полная замена теплоузла. В домах Назернова необходимо менять схему теплоснабжения. Все это работа не одного дня и требует в том числе и включения в нее жителей. Еще один вариант избежать перерасчетов – перейти на оплату по факту потребления месяц в месяц. Тогда цифры в платежках увеличатся в холодные месяцы. Зато летом в графе теплоснабжения будет стоять ноль. Пока же так или иначе, горожанам необходимо оплатить полученные квитанции. Если сумма неподъемна, можно воспользоваться рассрочкой. Достаточно обратиться в билинговую компанию. В офис билинговой компании, их несколько в городе. Написать простейшее заявление, по-моему, одна подпись, дата и номер, адрес. И, соответственно, получить рассрочку. Вам распечатают новые квиточки на новой квитанции. И никаких вопросов оплачивать можно рассрочкой. На 12 месяцев. Депутаты решили вновь вернуться к теме перерасчетов за отопление через месяц-полтора. Цель – найти решение, которое позволит избежать шокирующих цифр в платежках в следующем году. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Льготные кредиты, снижение административной нагрузки, помощь в организации международной деятельности. В связи со сложившейся обстановкой в Нижегородской области обеспокоились поддержкой регионального бизнеса. На сегодняшний день готовят около 40 разных мер поддержки предпринимательства. Более 100 предложений направили в федеральное правительство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин. В планах у Нижегородского правительства в первую очередь финансовая и организационная поддержка предпринимателей. Полезным, наверное, будет для предпринимателей своего рода кредитные каникулы. Но это только для тех, у кого кредиты взяты до 1 марта 2022 года и у кого финансовая ситуация ухудшилась. Там снижение прибыли на 30% должно быть. Такие меры поддержки уже практически введены. Да, крупные компании ушли с российского рынка. Но это хороший шанс показать себя для отечественного бизнеса. Губернатор сообщил, что сейчас составляют перечень продукции для импортозамещения. Основная нагрузка по этому направлению ляжет в основном на промышленные площадки регионов. Местные предприятия могут предоставить и новые рабочие места тем, кого уволили или сократили из-за приостановки деятельности ряда компаний. Поэтому правительство и на федеральном, и на региональном, и на муниципальных уровнях заинтересовано в том, чтобы бизнес не просто выставил в сложное время, но и развивался, диверсифицировал направление деятельности. И меры поддержки будут разрабатывать в том числе и опираясь на потребности предпринимателей. Я прям призываю предпринимателей не молчать, озвучить, с какими конкретно проблемами столкнулись, какие проблемы есть по экспортным контрактам, каких материалов комплектующих не хватает, стоит ли продукция на границах, были ли поставки из западных стран. На сайте мойбизнес52.рф в разделе «Проблемные вопросы» можно оставить заявку на консультацию по решению возникающих трудностей или обратиться по телефону горячей линии 8 800 301 29 94. А Центр поддержки предпринимательства ждет всех желающих на круглый стол с участием Марины Жуковой, заместителя главы администрации, который состоится 17 марта. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С августа 2020 года ПОМЦ ФМБА России координирует деятельность подведомственных медицинских организаций в ПФО. Так, Приволжский окружной медицинский центр оказывает КБ номер 50 экспертную помощь, предоставляет методическую поддержку и содействует маршрутизации пациентов. Кроме того, по приглашению КБ номер 50 нижегородские врачи проводят для саровчан школы здоровья, на которых рассказывают о профилактике различных заболеваний. Очередное занятие было посвящено инсульту. Я постаралась уделить большее внимание первичной профилактике инсульта. То есть наша задача, чтобы у пациентов его не было. И, как я уже говорила, что первичная профилактика инсульта – это его предотвращение. И основные факторы риска развития инсульта – это артериальная гипертония, это сахарный диабет, это излишний вес. Благодаря современным технологиям и выстроенной в России системе оказания медицинской помощи больным с подозрением на инсульт, смертность от него снизилась более чем в 10 раз. Вместе с тем все еще велик риск рецидива острого нарушения мозгового кровообращения. Вторичная профилактика уже не может быть без медикаментов. И тут особое значение уделяется опять же коррекции артериального давления, липидного обмена уровня глюкозы крови. Но и факторы, которые мы можем модифицировать – это двигательная активность, это диета. Профилактика инсульта – это не первое занятие в рамках школы здоровья. Ранее с саровскими пациентами встречались кардиологи Помц. После каждой лекции слушатели всегда могут задать приглашенному специалисту свои вопросы. Почаще приглашайте из Нижнего, там очень сильный персонал. Я жалею, что до этого еще была какая-то лекция, по-моему, по суставам, и я вот не присутствовала на ней. Помимо лекции в рамках школы здоровья клиническая больница номер 2 Помц активно сотрудничает с КБ номер 50. Сложных пациентов из Сарова Нижегородское учреждение госпитализируют в свой стационар. Кроме того, специалисты из областного центра постоянно находятся на связи с коллегами из нашего города, оказывают как очные консультации, так и работают в рамках телемедицинских проектов. Следить за графиком встреч школы здоровья можно на сайте клинической больницы номер 50. Крытая автопарковка, три спортивных зала, прачечная, комнаты для занятий и отдыха, кухня со всеми удобствами и санузел в каждом блоке. Все это о новом общежитии номер 2 Саровского физико-технического института, которое располагается в 22 микрорайоне города. Общежитие рассчитано на 330 мест. В комнате живут по 2-3 человека, и у каждого студента есть свое рабочее пространство. Это действительно прекрасное и удобное общежитие. Я сама здесь не живу, но всегда прихожу к своим друзьям. Это очень просторные блоки. На каждый блок своей кухни ничего не встретишь в других общежитиях. Очень красиво, светло. На торжественное открытие общежития приехал и ректор Нияумифи Владимир Шевченко. Он поздравил студентов с новосельем, поделился с ними своими студенческими воспоминаниями, а также разрезал ленточку в знак официального дня рождения Саровского общежития. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас через много лет были яркие, греющие души воспоминания чего-то, что с вами произойдет в этих стенах. Потому что стены – это всего лишь камни, а важно то, что с вами здесь происходит, и только это наполняет эти камни жизнью и делает их действительно тем, что называется этим красивым латинским словом «альма-матер». Благодаря этому событию, открытию этого общежития, материально-техническая база Сарфти выходит на другой уровень. Это позволяет вам, как нашему будущему, на самом деле отдаться целиком учебе, становлению себя как личности, как гражданина, не решать вот те бытовые проблемы, с которыми, как отмечали коллеги, мы сталкивались в своей юности, в своих общежитиях. Там есть что рассказать, уверяю вас. Для всех гостей руководитель СРФТИ Анна Сироткина и сотрудники института провели экскурсию по общежитию, показали условия проживания в комнатах. В заключении ректор МИФИ Владимир Шевченко пообщался со студентами в неформальной обстановке. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Создание компьютерного языка, появление персональных компьютеров, изобретение интернета, поисковая система Google, Facebook, Wi-Fi, выпуск первых айфонов и Эльбруса-1. Все важные вехи в истории цифровых технологий нашли отражение на стенде нового центра в Саровском физико-техническом институте. Но вот имен и открытий саровских ученых на нем пока нет. На это обратил внимание и ректор МИФИ на торжественном открытии нового центра цифровых технологий. Центр цифровых технологий – это площадка с самым современным цифровым оборудованием. Он включает в себя компьютерный класс, где студентов обучают работать с программой, разработанной для нужд ядерного центра, и лабораторию с 3D-принтерами, сканерами и VR. В том кабинете это работа именно с новой программой, то есть обучение студентов, подготовка новых кадров, которые могут работать в этой программе. Здесь, в этой лаборатории, работа с оборудованием, то есть это аддитивные технологии, 3D-печать, то есть изучение и внедрение их уже непосредственно на предприятие. В лаборатории сразу привлекает внимание стенд с виртуальной реальностью. Там установлены две станции, чтобы отслеживать положение объекта, шлем и стики, с помощью которых можно манипулировать предметами в VR-пространстве. Студенты кафедры цифровых технологий могут свободно посещать лабораторию. Первокурсник Алексей Ёмкин, например, уже начал проект по созданию виртуальной комнаты с экспонатами музея ядерного оружия. Можно будет некоторые экспонаты повертеть в руках, чего нельзя будет делать в музее, осмотреть их поподробнее. И также будут представлены экспонаты в размере 1 к 1. Это просто подарок, если учесть, что я очень люблю этим заниматься. То есть в последнее время я возвращаюсь из института поздно, потому что после пар обычно захожу сюда и доделываю вот, например, вот эту комнату. Все новое оборудование руководители кафедры и студенты продемонстрировали ректору МИФИ. После торжественного открытия нового центра в присутствии высокого гостя, заместитель директора ВНИЭФ Олег Кривошеев преподнес руководителю САРФДИ Анне Сироткиной подарок игуану, которая станет новым символом филиала. Животное доставят в УЗ, как только оборудуют для него террариум. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Работа на земле с такой целью депутаты законодательного собрания Нижегородской области посетили Саров. Без понимания реальных условий в городах нельзя составить нормативные базы и объективных региональных законов. Особый статус Сарова признают и на областном уровне. Поэтому задача депутатов ЗАГСобрания – помочь в решении проблем закрытого объекта. Ряд вопросов представители делегации обсудили на встрече с главой города Алексеем Сафоновым. Это и вопросы социальной поддержки граждан, поскольку особый режим у вас закрытого территориального образования. Это и вопрос подготовки кадров для муниципальной службы, для системы образования и так далее. Много-много вопросов. Это вопрос расслоения здесь материального. Депутаты посетили основные строящиеся объекты города – новую детскую поликлинику и парк на улице Сосина. В частности, представители администрации рассказали гостям о дальнейших планах по благоустройству парковой территории. Сейчас основной вопрос – приобретение мафов. О настройке поликлиники делегация отметила нехватку рабочих рук. Очень плохо работает 44-й ФЗ. И участие в конкурсах – это добавляет только риски при решении очень важных социальных проблем, при строительстве очень важных социальных объектов. Надо уходить от игры в рынок там, где вопрос идет о важных социальных государственных объектах. Также депутаты законодательного собрания посетили девятый интернат и вручили подарки в теплом доме. Более подробно о визите в Саров Роман Кабишев рассказал в передаче «Актуальное интервью». Смотрите новый выпуск на канале «16» в среду 23 марта в 19.45. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Минувший год для Саровского подразделения экономической безопасности выдался насыщенным. Одно из самых сложных дел было связано с хищениями в сфере ЖКХ. Подрядчик, который выполнял капитальный ремонт домов Бессарабинка-1А, Куйбышева-18 и Пушкина-16, использовал дешевые недоброкачественные материалы. Разницу положил себе в карман. Общий ущерб превышает 2 миллиона рублей. Сейчас дело передали в суд. Одним из особо значимых – это у нас было уголовное дело в отношении работников НИЭФ, который занимался внесением недостоверных сведений в отчетную документацию при направлении в командировках за рубеж, а также по территории Российской Федерации. Вот данное дело уголовное было направлено в суд. Человек осужден. За прошлый год сотрудники правоохранительных органов выявили два случая использования поддельных купюр. Основной номинал фальшивок – 5 и 2 тысячи рублей. Всего в Сарове зафиксировали 8 экономических преступлений в крупном и особо крупном размере. В суд направили 7 уголовных дел. Круглые даты – отличное время подводить итоги. 16 марта подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции отмечает 85 лет. Хотел бы поздравить ветеранов службы нашей, в том числе пенсионеров, которые трудились, отдавали время, отдавали долг. Пожелать им крепкого здоровья, счастья. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает борцам с коррупцией, стойкости в характере, нетерпимости к обману, развития в карьере и, самое главное, веселых, счастливых будней. С праздником! Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Не могу вступить в права собственности. С такой проблемой в нашу редакцию обратился Владимир Селезнев. В 2019 году мужчина приобрел гараж, но до сих пор не может оформить его в администрации. Владимир заявляет, проблема в том, что у гаража уже есть другой собственник. Он лично встретил его однажды. А это мужчина, я его не знаю точно. Он пришел, открыл гараж. Я прохожу, он открывает. Я говорю, откуда ты? Я, говорит, купил вроде. Двое собственников оказалось еще у одного гаража в кооперативе. И там история не была такой мирной. Владельцы начали целую войну за недвижимость. Ежедневно меняли замки и выясняли отношения. Чем все закончилось, Владимир не знает. Мы решили разобраться в запутанной истории и начали с договора купли-продажи. Там в качестве застройщика был указан гаражно-строительный кооператив номер 6. Представитель этого шестого кооператива Кочетков Валентин Сергеевич. Это выходит, я с ним договор заключил. Так? А Кочетков, я с ним встречался, он говорит, я тут ни при чем. Это подпись, вроде подделанной подписи. То есть продавал Беляев Никита. Беляев я точно помню, а с ним кто сидел, я так и не запомнил. Не знаю кто. Продавал недвижимость заместитель председателя ГСК номер 6 Никита Беляев. Кто-то покупал гараж за 300-500, а кто-то за 700 тысяч рублей, сообщают правоохранительные органы. Как нам удалось выяснить, земля, на которой возвели гаражи, принадлежит администрации города. После строительства недвижимость необходимо было ввести в эксплуатацию. Однако ГСК-6 этого не сделало, рассказали нам в администрации. Получается, что гаражи, которые продавал Никита Беляев, не имеют легального статуса, а земельные участки под ними ему вовсе не принадлежат. В настоящее время данный гражданин является подозреваемым. Он являлся заместительным председателем ГСК. Основной момент он реализовывал земельные участки, а также гаражи, которые не находились ни в его собственности, ни в собственности ГСК. То есть обманывал граждан, касаемо того, что земельный участок, либо гараж принадлежал ГСК. Оформить гаражи в собственность новые владельцы смогут только в судебном порядке, рассказали в администрации. Но как быть с объектами, на которые претендует сразу несколько собственников, пока не ясно. Вероятно, ждать, когда правосудие восторжествует. Один гараж на трех владельцев пока абсолютный рекорд подозреваемого. Статья у него мошенничества подозревается, но в мошенничестве в крупном, в особо крупном размере возбуждены дела. С использованием служебного положения, соответственно, он как должностное лицо вводил граждан в заблуждение относительно того имущества, которое он собирается реализовывать, как должностное лицо. И, соответственно, граждане попадают снова в уловки. Как выяснилось, афера с гаражами не единственная в истории Никиты Беляева. В 2015 году его осудили по уголовной статье. Мужчина устроился на пост директора МОПГОР «Автотранс» по поддельному диплому о высшем техническом образовании. Тогда его оштрафовали на 45 тысяч рублей. А в этот раз, возможно, одним штрафом Беляеву не отделаться. Он объявлен в розыск. Мужчине грозит лишение свободы минимум на 10 лет. 14 пострадавших саровчан уже обратились в правоохранительные органы. Если вы также стали жертвами мошенника, обратитесь с заявлением в ВВД. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Действительно ли наш город доступен для всех и как улучшить жизнь саровчан, которые вынуждены передвигаться по нему на инвалидных колясках? Участники клуба «Лотос» придумали новый проект, чтобы собрать информацию о доступности городской инфраструктуры для маломобильных граждан. Данная информация будет размещена на карте доступности платформы «Умный Саров» в разделе «Обеспечение мобильности». Сведения эти очень важны, так как наши саровчане абсолютно всех категорий получат возможность узнать о том, каким образом, например, они смогут посетить учреждения города. Участники проекта будут указывать на карте, есть ли в учреждениях пандусы, вывески по азбуке Брайля и так далее. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать доступность того или иного объекта, надо будет выложить его снимки. Поэтому в рамках проекта для участников «Лотоса» запланирован профориентационный курс «Основы фотографии». Теоретический курс рассчитан на месяц. То есть в течение месяца, два раза в неделю, ребята будут встречаться с Виталием Скворцовым, который будет проводить с ними теоретические занятия. А далее месяц уже будет эта практика. То есть ребята будут снимать, мы будем разбирать ошибки. На первом занятии педагог молодежного центра фотограф Виталий Скворцов провел небольшой экскурс в историю возникновения фотографии. Показал картинки с первыми снимками, сделанными в XIX веке. Рассказал про основы этого искусства. Самый крутой объектив и фотоаппарат последней модели не гарантируют, что фотограф сделает идеальный снимок. Основа любой хорошей фотографии – баланс света, цвета и линии. В любом случае, если вы освоите три составляющих, научитесь работать со светом, приятно, хорошо будете понимать цвет. Или даже если вы в ЧБ снимаете, все равно тон, можно так сказать. И научитесь работать с линией, на что угодно, вы можете снять очень хорошие кадры, начиная от каких-то репортажных моментов захватывать и заканчивая классными портретами. После окончания курса по основам фотографии ребят из «Лотоса» научат, как работать на платформе «Умный Саров». Екатерина Пёнова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Еврейская мама – рассказ полный любви и трагических переживаний. В нем вся суть характера сильной, слабой женщины, для которой быть еврейской мамой – настоящее призвание. Очередную встречу в рамках проекта «Читаем слух» начали с немного грустного философского произведения Аркадия Хайта. Рассказ описывает события 70-х годов, когда железный занавес стал падать, и многие евреи смогли вернуться на историческую родину. Однако своими там стать так и не смогли. И вот с этой ситуацией национальной, внутренней боли, переживаний было связано очень много произведений. И в живописи, и в литературе, и в музыке, и в жизнях людей, в судьбах людей. Вторая часть встречи была более легкой, позитивной. Читали дневник мамы первоклассника Маши Трауп. Автор оказывает неоценимую помощь родителям, позволяя заранее подготовиться к предстоящим изменениям в жизни и подготовить к ним сына или дочь. А те мамы, для которых это пройденный этап, с улыбкой узнавали себя в этих произведениях. Так в строчках двух совершенно разных художественных произведений переплелись философия и реалии жизни – грусть и веселье, переживания и воспоминания. Хочется сказать слова благодарности организаторам конкретного мероприятия за подход к подбору вот этих литературных произведений, которые были. Было видно, что это было сделано с любовью. Впечатлил очень рассказ «Еврейская мама». Рекомендую к прочтению, потому что это действительно очень актуально в современной обстановке. Завершили встречу по традиции коллективной фотографии на память. Алиса Косицын занимается вокалом в детской школе «Искусств номер 2» второй год. Несмотря на юный возраст, за плечами у исполнительницы немало успешных выступлений на всевозможных фестивалях. Очередное звание лауреата девочка получила на восьмом международном конкурсе IT-TV «Талант-2022» в Москве. Алиса покорила сердца членов жюри, исполнив песню из мультсериала «Маша и Медведь». Она мне нравится тем, что она задорная, веселая, легко запоминается, она всем нравится. И самое главное, что эта песня похожа на меня. Другой воспитанник школы Денис Савельев также стал лауреатом первой степени на этом конкурсе. Победу ему присудили в номинации «Патриота отчизны» за исполнение песни «Красно-солнышко». У меня в репертуаре в основном патриотические песни, потому что мне очень нравится петь песни о лугах, о полях, о своей любимой и красивой родине. Педагоги детской школы искусств номер 2 большое внимание уделяют подготовке детей для участия в самых разных конкурсах, оттачивают исполнительское мастерство и сценические навыки. Каждое выступление перед жюри и незнакомой аудиторией – это шаг вперед в развитии музыканта. За результатом конкурса стоит, конечно, кропотливая работа. Работа не только учителя, но, естественно, в большей степени учеников. И здесь уже зависит эта подготовка, это отношение, это желание. Не желание победить, а желание сделать хорошо, красиво, и чтобы песни в исполнении этих ребят были поняты. Сейчас ребята готовятся к очередным конкурсам в весенние каникулы и к юбилейному концерту образцового народного ансамбля «Горница» детской школы искусств номер 2, который пройдет в апреле. В городских соревнованиях по плаванию Лидия Булыгина проплыла все дистанции. Для девушки это отличная возможность поддерживать спортивную форму и соревновательный дух. Ведь скоро Лидии предстоит серьезная борьба на первенстве России. Спортсменка выступит в составе сборной Нижегородской области. На соревнованиях в бассейне «Дельфин» Лидия также показала высокие результаты и стала победителем в своей возрастной категории. 50 брас, немножко плохо для себя. И 50 спина. А остальные я улучшила. В феврале в «Дельфине» прошел мужской праздничный заплыв. В марте участниками городского соревнования по плаванию выступили девочки, а в качестве организаторов и судей – мальчики. Для этого молодые люди проходили предварительное обучение и получили удостоверение судей. Значит, в программе соревнований у нас были дистанция 50 метров вольный стиль, 50 метров бутерфляй, 50 способ брас и последняя дистанция 50 метров брас. Дети показали очень хорошие результаты, показали свои умения на то, как бы сказать, чему они учились на протяжении учебного года, чему они допились. Проплыли по своим разрядам достойно. Самой юной участницей соревнований стала шестилетняя Мирослава Опенова. Она начала заниматься плаванием только летом прошлого года и уже получила третий юношеский разряд. Для Мирославы это ее вторые соревнования. И юную спортсменку также отметили специальным подарком. 50 метров кролем и 50 метров на спине. Одна девочка, с которой я плыла, ей исполнится восемь. Ближайшие выездные соревнования у воспитанников бассейна «Дельфин». Чемпионат и первенство Нижегородской области по плаванию. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok